Привет, на связи ТОП Репетитор и сегодня будет не то чтобы хейт, но мое личное мнение, как я отношусь к шпаргалкам и рекомендую ли я или не рекомендую их вообще использовать на экзамене. Поэтому до ЕГЭ еще время есть, давай посмотрим, что со всем этим дерьмом делать. Погнали. Ролик будет максимально аргументированный и простой. Я против шпаргалок. В любом их проявлении. Я против. Почему? Две основные причины. Две. Вот. Свой штукин. Две причины. Первая. Шпаргалка не стоит того риска, который по факту ты получишь. Ну давай представим. Вот ты весь обклеенный, там не знаю, весь обсунутый этими шпорами. На сколько заданий ты получишь 100% гарантированно правильный ответ? В лучшем случае на 2. По истории из 19, пообщай, из 25. Я уже не помню сколько. Короче, понимаешь, во-первых, ты получишь гарантированно правильный ответ лишь на 10% заданий. От всех. 10%. Более того, это при самом лучшем раскладе. Ты же не запихаешь себе в штаны все карты формата ЕГЭ. Ну окей, по конституции. Ну запихаешь ты в штаны все задания по конституции. Там их буквально по типажам можно разбить. Это два задания. Тестовая часть и вторая. То есть это 5 баллов в лучшем случае первичных. 10 вторичных. Но риск, стресс, нервы. Это я не знаю. Сейчас скажу, я не знаю. Как бы я на досрочный ЕГЭ шел без шпаргалок и чувствовал себя максимально спокойно, что не придерутся. А я-то сам списывал. То есть в моей-то истории была практика списывания. Это всегда лишняя какая-то эмоциональная нестабильность, нервы. И, конечно же, вторая причина. Это халява. Вот здесь. Наш мозг, он работает всегда по тактике упрощения. Всегда. Упростить, упростить, забыть. Потому что это не надо. Когда у тебя шпаргалка, ты не работаешь на свой максимальный уровень. Твое сознание, твое утреннее я говорит, братан, а я не помню ни хера. Иди давай в туалет седьмой раз и подгляди. И вот тогда вспомни. Есть много всяких там разных социальных экспериментов. Есть много разных статей. Но когда ты находишься с проблемой один на один, когда у тебя нет помощи, когда у тебя нет подсказок, ты более собранный, ты более сконцентрированный. И ты достаешь из своей памяти такие сундуки, такие архивные документы, которые бы ты никогда не вспомнил, если бы у тебя была рядом тепленькая и уютненькая шпаргалочка, которая сильно бы облегчила твою задачу. Поэтому, кратко, чат, не мучайся, не надо. Шпоры тебе не нужны. Потому что если ты вообще ни хера ничего не знаешь, то, поверь мне, порог ты все равно пройдешь, если у тебя вопрос в пороге. Ты его и так пройдешь. Нынешнее состояние ЕГЭ по истории и по общаде дает возможность пройти порог любому человеку. Там есть очень базовые и примитивные задания в ЕГЭ и по истории, и по общаде, в которых каждый наберет сколько бы нибудь баллов. Если у тебя вопрос сделать рывок от 90 до 100, я не знаю, а если тебя спалят? Что, будешь год сидеть и бегать от армии? Тебе это надо? Поэтому не знаю. Я против шпаргалок. Я крайне не одобряю онлайн-школы, которые данные шпаргалки распространяют. Более того, в конце концов, упираясь в общечеловеческие такие показатели, это просто обман. Ну, типа, вот общество Знайка обманывает публично с людей со средними баллами. Так он еще и пропагандирует, чтобы вы государство обманывали с помощью шпаргала. Ну, это что, нормально? Ну, он их открыто распространяет. Конечно, я думаю, что не всем сейчас заходят такие гуманистические уроки, и не всем заходит на философию деда, но в конце концов, обман есть обман. Помни, что обманывать людей и государство в целом не очень-то и хорошо. Твой топ репетитов. Я против этого, это против Бога!